Шаббат Шалом Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Благословен Господь. 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 и проследить эту идею в Писании от Авраама до нас. Значит, в 22 главе книги «Берешит» или «Бытия» рассказывается о том, как Бог обратился к Аврааму и попросил принести его сына. Ну, давайте мы лучше почитаем, буду читать и походу пояснять какие-то моменты. Вот и было, после сих происшествий Бог испытывал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Ну, во-первых, на что я хотел здесь обратить внимание, значит, говорит, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака. То есть, перечисляется несколько характеристик. Вы знаете, что у Авраама на тот момент был еще Ишмаэль. И, собственно, если бы было сказано, принеси сына твоего во всесожжение, у Авраама был бы выбор, Писание говорит, единственного твоего. То есть, в некотором роде Ицхак был единственным. Ишмаэль даже рядом не стоял в этом плане. А в чем эта уникальность, в чем эта единственность? Он был сыном обещания. Бог обещал, и он исполнил свое обещание, которого ты любишь. И конкретно сказано Ицхака, вариантов нет. И, знаете, еврейский комментарий говорит о том, что Бог конкретизировал. Конкретизировал для чего? Ну, зная человеческую природу, мы можем сделать такой интересный вывод. Иногда Бог просит что-то нас сделать. И когда у нас остается выбор, мы выбираем либо не делать, либо, если сделать, то, знаете, по принципу, на тебе Боже, что самому не Гоже. А здесь конкретизировано единственного возлюбленного Ицхака. Интересно также то, что когда Бог обращается, тут в иврите такая интересная постановка вопроса, то есть Бог не приказывает, Бог просит. То есть то слово, которое использовано там, оно означает именно просьбу, а не приказ и не повеление. То есть Бог обратился с просьбой к Аврааму. А значит, это дело добровольное. Значит, и Авраам встал рано утром, то есть он не размышлял об этом сильно долго. Вот, скорее всего, ночью Бог к нему обратился. Авраам утром встал и пошел. Значит, на что я обратил внимание, когда читал еще эти главы, эту главу. Значит, восьмой стих, не, раньше. С шестого взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Ицхака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Ицхак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова. А где же агнец для всесожжения?» Ну, то есть, смотрите, там было три вещи. Дрова, огонь и нож. Дрова были на Ицхаке, а огонь и нож был у Авраама. Ну, и, собственно говоря, логично, что Ицхак смотрит, а скотинки-то рядом никакой. Кого же собираются-то в жертву приносить? Ну, логичный вопрос. Он спрашивает, «Ну, смотрите, интересно, что?» Значит, шестой стих заканчивается фразой, «И пошли оба вместе». Значит, и когда Ицхак спросил о том, где же животное, Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. То есть, и до вопроса вместе, и после вопроса вместе. Я не думаю, что Ицхак, он же был не мальчиком. Ему уже было за 30. И я не думаю, что он был настолько глуп, что он не понимал, что сейчас будет происходить. Но при всем при этом, вот это слово «вместе», оно означает некое единство, общность. То есть, не было внутри них никакого разделения. Они оба понимали, что сейчас будет, и они оба с этим были согласны. Потому что они знали, что этого попросил Бог. Опять же, не потребовало, попросил. Это добровольный был акт со стороны обоих. И интересный момент еще здесь какой. То, что Авраам говорит в 5 стихе отрокам. «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». То есть, представляете, Авраам, он знает, для чего он поднимается вместе с Ицхаком, но при всем при этом он уверен, что вернутся они вдвоем. И именно здесь кроется вот эта вот идея, которая озвучена в Новом Завете, что Авраам верил, что Бог может воскресить Ицхака из мертвых. Дальше, собственно, происходит связывание. Этот момент я немножечко опущу. Хочу обратить ваше внимание на следующее. Девятнадцатый стих. «И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версавии». То есть, не говорится, что он вместе с Ицхаком вернулся, а говорится, что Авраам вернулся сам в единственном числе. Как так? И здесь можно увидеть некое иносказание, которое нам открывается, когда мы понимаем, что же такое всесожжение. «Бог попросил Авраама, и там принеси его во всесожжение». Но слово «принеси» стоит в оригинале «вознеси во всесожжение». И вот это слово «во всесожжение» – это жертва Ола. Ола у нас более подробно описана уже как предписанная жертва, то есть правило принесения этой жертвы в книге «Левит» в первой главе. И там говорится о том, что эта жертва должна быть мужского рода, без пятна, без порока. Эта жертва добровольная, и эта жертва является благоуханием, приятным Господу. Так вот, что же такое благоухание приятное? Значит, один еврейский комментарий дает нам следующее. Значит, есть такой перевод Торы Каплана, значит, с комментариями. Называется «Живая Тора». И вот эта фраза «благоухание приятное» переводится как «умиротворяющее благоухание». Некоторые переводят как «знак желания быть принятыми Богом». То есть, я подаю, что он готов был сделать вот это вот просто так. У него была определенная цель, он получил слово от Господа, и он готов был сделать все, что Господь ему повелит. И это очень важный момент, который мы очень часто выпускаем. Упускаем из своего внимания, и мы готовы идти за Господом до определенной черты, а дальше, опа, а дальше уже тяжело. Моя душа этого не выдержит. Но Авраам готов был пожертвовать не только сыном. Понимаете, он душу свою в этот момент положил на жертвенник вместе со своим возлюбленным сыном. Дальше вспоминаем интересный эпизод встречи Ишоа с Иоанном Погружающим, Иоанном Крестителем. И у них происходит такой диалог. Иоанн говорит, «Я должен у тебя принимать погружение». А тот говорит, «Оставь сейчас, ибо сейчас именно так нам должно исполнить всю правду». Вот кто-то задавался когда-то вопросом, о какой правде, о какой праведности идет речь. Давайте мы попытаемся разобраться с этим. Я долгое время задавался вопросом, я получил для себя ответ. Я готов с вами поделиться. Есть очень моменты интересные. Значит, если мы видим, как описано жертва Ола, жертва всесожжения в книге Левит, то эту жертву мог приносить человек, если это личная жертва. Но если это была жертва Ола, жертва всесожжения от лица народа, то приносил ее священник. И священник возлагал руку на голову этой жертвы. И когда он возлагал, жертва еще жива, цель жертвы достигнута. Цель какова? Благоволение пред Господом. Отлично. Теперь смотрите ситуацию. Иоанн Креститель, Ешуа. Иоанн Креститель у нас кто был по происхождению, по призванию? Священник. Его отец Захария, священник, служил в храме. Иоанн священник. Священник возлагает руку на голову Ешуа. Происходит, собственно, погружение и выход из воды. И в этот момент голос с небес произносит фразу «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором что?» Благоволение достигнуто. То есть, вот в этой ситуации мы видим, собственно, что Ешуа принес себя в жертву живую, благоугодную Богу. Дальше. Мы знаем, апостол Павел пишет, мы уже переходим к Новому Завету, как вы поняли, к нашим временам, к тому, что касается лично нас. Павел говорит, принесите себя в жертву живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть, что от нас ожидает Бог? Он ожидает, что мы, подобно Ешуа, посвящаем себя Ему и Его народу. И мы готовы пойти за Богом даже туда, где нам кажется, что это просто безумие. То есть, безумие расчленить своего сына. С точки зрения этого мира безумие было, что Бог отдает своего сына на то, что с ним сделали. Понимаете? И для нас очень часто какие-то вещи, какие-то действия, какие-то обстоятельства кажутся безумием. Но смотрите, интересная картина. Значит, в принесении жертвы участвуют священники, левиты и человек. Если мы говорим о личной жертве, потому что мы сейчас говорим о нас с вами. И священники, они брали кровь, они разводили огонь, они готовили дрова. То есть, они делали какую-то подготовительную работу для того, чтобы человек мог прийти и принести эту жертву. И они помогали человеку принести эту жертву Богу, чтобы она была принята. Ешуа однажды сказал, кто не возьмет креста своего на себя, тот не может следовать за мною. И я два года назад, как-то во время одной утренней молитвы, читаю описание, читаю этот отрывок «Крест». Хорошо, я понял, как бы я хочу, я согласен. Но вот объясните мне, пожалуйста, что такое крест? Там в оригинале стоит стойка казни. Вот покажите мне, где та стойка казни, которую мне нужно выкопать и накинуть на себя, и по жизни постоянно никогда не сбрасывая. Вы же понимаете, что речь идет не об этом. Тогда о чем? Я не понимаю. Я начал молиться, говорю, что есть мой крест. Господь показывает, говорит, твой крест – это твоя ответственность. Мы живем в разных сферах. Мы живем в государстве, у нас есть ответственность перед государством. Живем в общине – есть ответственность перед общиной. Живем в семье – есть ответственность перед семьей. Мы на работе находимся – у нас есть ответственность на работе. В разных сферах мы можем занимать разное положение. Где-то мы представляем власть, а где-то мы находимся под властью, и мы должны быть подчиненными. Но всегда и везде, независимо от статуса, у нас есть определенная ответственность. И если мы эту ответственность игнорируем, тем самым мы не берем на себя того креста и не следуем за Господом. Как бы нам ни казалось, что у нас в жизни все прекрасно. Потому что то, что вы здесь, это не есть ваше служение. Понимаете? Ваше служение не просто присутствие здесь. Ваше служение участие в жизни общины. Здесь, сейчас мы все в общине. И наш крест здесь и сейчас, это участие в жизни общины. Понимаете? Если мы не приносим жертву всесожжения, не посвящаем себя на служение благоразумное, благоугодное Богу, то тогда, собственно, у нас нет того ключа, благодаря которому мы приобретаем благоволение Божье. У нас тогда нет ключа, благодаря которому у нас появляется желание служить. То есть, видите, тут как интересно. Пока мы не начнем, оно не приходит. Аппетит приходит во время еды. Это очень верная фраза в отношении жертвы Аллах и нашего посвящения Господу и его народу. То есть, понимаете, если мы этого не делаем, то мы себя обольщаем. Ишуа сказал, будьте же исполнителями слова, а не только слушателями, обманывающими самих себя. Ну, собственно говоря, без детализации, я думаю, что все присутствующие здесь знают, в какое время мы сейчас живем, в каком состоянии, на каком этапе находится наша община. Вы знаете о нуждах общины. И я вам гарантирую, что каждый из вас может принести жертву Аллах, разумную и благоугодную, потому что дела найдется для всех. Спасибо большое за внимание. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хотим продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу на вину и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас Пет-Симха, у нас есть Ахавай-Шуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей. За Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им. Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан, со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья. Божья семья в этом году для каждого из нас.